Глеб, рубрика традиционных вопросов, как настроение? Настроение отличное, хорошее мероприятие и прекрасные контакты, спасибо. Расскажите, какую компанию представляете сегодня, потому что мы здесь для того, чтобы говорить про бизнес. Мы работаем с ритейлом и хорика уже три года, собственно, с момента основания компании LEDBOX, эксперты по освещению, и, ну, как видно из названия, наша специализация – это освещение торговых пространств и пространств, где люди едят. Освещение еды во всех, то есть я бы сказал так, мы большие специалисты по освещению малых форматов, где люди покупают еду или едят. Как свет вообще, по вашему мнению, может влиять на покупательскую способность? Ну, на способность, наверное, никак. На покупательскую способность влияет то, как работает экономика. А вот на покупательское поведение, безусловно, свет влияет, ну, я не сказал бы определяющим образом, но очень значимым, очень заметным. И мы можем, во-первых, формировать атмосферу, которая ассоциирует бренд у потребителя с определенной позицией на рынке, с уровнем качества. Мы можем сделать продукт, который представлен в торговом пространстве, более аппетитным и таким, который покупатель хочет купить. Мы, на самом деле, можем даже управлять вниманием покупателя и направлять его движение по торговому пространству. По большому счету, возможности света, ну, не то чтобы совсем безграничны, но они колоссальны. И это ни в коем случае нельзя недооценивать. Какие основные предубеждения вы встречаете, когда вы предлагаете свою услугу большим ритейл-сетям? Ну, вы знаете, до сих пор еще даже очень крупные сети, в том числе те, которые входят в федеральную десятку или федеральную сотню, думают иногда, что дешевле купить у завода, чем у проектной компании. Это, безусловно, миф. Иногда по инерции еще думают, что если маленькая цена в конце спецификации, то это выгодная сделка и правильный свет. Это тоже не так. Там необходимо учитывать десятки, если не сотни факторов. Ну, вот на самом деле, как правило, бывает так, что, ну, компании нужно наступить на какие-то грабли, и сделать что-то неправильно для того, чтобы потом осознать действительно колоссальную ценность концептуальных вещей, заложенных в освещение, и вернуться туда, где сделают действительно на уровне правильной, с учетом всего этого комплекса бизнес-факторов и технических факторов. Глеб, я хочу задать вам такой вопрос. Каким кейсом можете похвастаться, который, на ваш взгляд, является самым таким вот продающим вас? Ну, что-то из, может быть, из проектов, которые особенно близы к вам, которые максимально концептуальны или которые передают ваш подход к работе. Таких примеров много. Я притормозил, потому что достаточно сложно выбрать, но, наверное, так. Мы работаем с самого начала программой ребрендинга сети Кафе Теремок. Это крупная сеть, которая позиционирует себя как fast casual, то есть это, в отличие от fast food, это быстрая еда, но качественная еда. Вкусно как дома, по-домашнему готовят мастера и так далее. И надо сказать, что поначалу тоже коллегам в Теремке было непросто осознать важность, значимость и необходимость этой темы, но как только мы реализовали первую серию пилотных объектов и собственники увидели результативность того, что получается. Свет там, безусловно, не единственный ингредиент. Речь идет именно о редизайне. Там очень важна роль и дизайна, и фитоозеленения, и много чего еще. Но свет один из ключевых ингредиентов все-таки. И как только Теремок увидел, как это работает, была запущена программа редизайна, роллаут, и к настоящему моменту порядка восьми десятков объектов нами уже сделано. И программа только набирает обороты. Это один пример. Например, для одной из федеральных сетей в первой десятке, это сеть бытовой техники и электроники. Когда мы выполнили технико-экономический анализ, оказалось, что тот свет, который они использовали, который им казался очень дешевым, на самом деле за пять лет эксплуатации им обходится в два раза дороже на круг в целом, чем тот свет, который могли предложить им мы. И были очень быстро созданы стандарты, брендбук по свету при нашей непосредственной поддержке. Ну вот такие вещи, конечно, внушают чувство гордости. Мы понимаем, что мы не зря едим свой хлеб. Та добавленная стоимость, которую мы даем, она намного на порядке больше, чем стоимость наших услуг, которые мы можем себе позволить, стоит вполне себе умеренно. Забегая наперед, для тех, кто досмотрел это интервью до конца, я хочу задать вопрос, куда отправляться смотреть портфолио? Ну, наше портфолио от Владивостока и Южно-Сахалинска до Калининграда. За три неполных года работы компании «Летбокс Эксперты по освещению» нами реализовано уже много сотен объектов. И это не только фуд ритейл. Смотреть где вот это все? Смотреть Москва, Петербург, Владивосток. На сайте есть перечень всех компаний и объектов, которые вы уже реализовали? Мне стыдно, сайт мы поддерживаем не очень регулярно. Какое это портфолио у нас есть? www.letboxdefisexperts.ru Ну вот давайте посмотрим на то портфолио, которое есть у вас сегодня в режиме онлайн. Я вам скажу точно, что обновлять его необходимо просто регулярно. Поэтому все проекты, о которых вы сегодня говорите, интересно, конечно же, посмотреть, а потом уже пойти пощупать. Спасибо за рекомендацию. Мы, да, будем исправляться. Спасибо. Работаем по всем направлениям. Спасибо вам, Глеб. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова